169, помаленьку, помаленьку, помаленьку. Я сегодня купила ливера, но на самом деле я думала, что я покупаю печенку, но оказалось, там не только печенка. И как-то мне хотели, наверное, чуть больше, а я хотела слегка поменьше. И впервые в жизни вроде как без задней мысли совершенно, наверное, торговалась. Все, на самом деле, мне не очень неудобно, что мне навелили, во-первых, больше, чем я хотела, не совсем того. Во-вторых, что женщина мне сотню скостила, и я вот думаю ей в следующий раз эту сотню отдать. Ну да, я вся такая дохрена правильная. Я-то думала, что он сейчас пойдет снова на эту, на газовую плиту к этой кастрюле, а он туда пошел. Это для того мальчика, которому нравится видос из картон, лапа дрожит, уж извиняйте. Тиша, ой, мой палец, наверное, в камеру влез случайно. Тиша, я открыла, оно должно вкусно пахнуть. Я еле отпилила кусок. Вот в этой кастрюле, в первый раз я в ней компотик варила, второй раз вот, я не знаю, что это. Вот печень я по виду опознаю, а то, что рядом с ней было, без понятия. Баранья. Не знаю, я даже ела или я когда-нибудь баранью печень. Мне вообще в прошлый раз пообещали отрезать, под слова моего родственника, что я 3 килограмма буду 3 года есть, потому что животное. Мне пообещали килограмма полтора этой баранины, но, видимо, решили, что если они мне пообещают, то я у них куплю дофига. Ну, первый раз, не первый раз вообще на самом деле, но очень такой вот, даже жена сказала, типа того, что человек не хочет, мы там торопимся, ну, хватит навяливать. А он мне и то, и то, и то, и то. Я когда поняла, что он как бы меньше 2 килограмм не возит, что-то подобное, и там вот оно как бы рассобачено, как вот отсобачили этот желудок с чем-то, от баранины, свинины или коровы, так оно и есть. На запчасти оно не режется. Плюс тут еще какая-то орта была, или как она вообще называется, онтопалка. Ну, короче, в общем, не люблю я таких людей, которые, ой, опять пальцем засунула, которые видят, что человек как бы хочет одного, они тебе пытаются навялить другое, и такие люди как бы отпугивают клиентов потенциальных, потому что если они не только мясом торгуют, а, допустим, молоком, то есть шанс, что человек будет в другом месте покупать, а не у него. Зачем лучше так вот навяливаться? Ну, в общем, Тиша, я же тебя вообще хотела снять, вот я когда его фоткал, он, конечно, уже удрал, получился кадр с мазаном. Тиша, там мясо! Тиша! Тиша, покажи людям, как ты тут круголя уфинтюливал. Там вот кровавое пятнышко, надо будет, видимо, он его хочет срезать, надо будет стирать сегодня эту скатерку. Сегодня у нас пятница, вот вам задница котовская. Пятница, я сегодня планирую убраться, поставить ёлку, записать, как я её ставлю и сделать тайп. Да хрена дел, конечно, да? Учитывая, что уже сейчас 10.25. Вообще, у него дни тут какие-то феерические, у меня так и не получается больше настроить эти дни. Тиша, ну давай ты хоть это, я чё, зря, что ли, эту кастрюлю открыла? Тиша! Тут кровавое пятно от баранины. Большую часть убрала на балкон, потому что, я так понимаю, видимо, её надо раздалбливать, разрезать со всей силой, я ли отрезала. Когда она всё-таки размороженная, а не замороженная. Тут, то сначала она вот сюда пыталась положиться. Но я в неё положила, чтобы пакет засунуть. Потом я пыталась, изначально пыталась на маленькой досочке порезать. Ну, конечно, чего на маленькой досочке порежешь? Потом на большой резала. Вот она тут. Мне объяснили, как её сварить. Типа, надо потом порезать, видимо, всё это вместе сварить, порезать. Или мясорубку пропустить с луком вместе поджарить. Бульон не выкидывать, не выливать, как мне сказали, использовать как подливы. Будет вкусно. Ну, вот так и попробуем. Первый раз в жизни такое делают. Да, у меня тут плитая, хочешь, чтобы её помыли. Я ж не думала, что я сегодня мясо куплю. Не, я всё думала, что человек, как обещал, где-то килограмма-полтора мне баранины привезёт, но человек, не знаю. Тише, ты не хочешь, значит, уже хулиганить? Вот, блин, когда он хулиганит, нету на что записать. Ну, как бы не думаешь, что... А когда думаешь, сейчас вот заснимешь его, он как-то не очень хочет хулиганить. Тише, ну смотри, ну сделай хотя бы одолжение. Вот чё вот ты, почему ты на камеру не хочешь показать, как ты хулиганишь? Ладно, хрен с тобой, тогда я вырубаюсь. И снова мы тут ходим. Тише. А, ты удрал. А я только хотела спустить... Да, извините, лапа дорожит. Только хотела крышечку открыть. Не знаю, то ли я дофига правильная, то ли что. Ну ладно, запишу, как ты тут чешешься. Как раз доварится, я пойду убираться. А то я чую, уйду я отсюда, и будет тут поток. Затухший газ. Тише, пофиг, что оно горячее. Я помню, как-то у меня было три карася. Сваренных. Думаю, сейчас остынут караси, и я их поем. И двух карасей схомячил кот, а одного карася оставил хозяину. Типа хрен ты. Надо же поделиться с хозяином. Всё-таки как мне нравятся эти обои, моющиеся. Которые мои некоторые родственники не заценили. А человек, которым я выбирала, там ещё были голубые обои, такие же похожие. Решили, ну, в общем, что зелёные лучше. Причём, когда в одном магазине обои, где мы покупали для моей комнаты, там, ну, что-то скидка была на такие вот широкие рулоны. 560 они стоили за рулон. Что дешевле, короче. Такой, гораздо дороже. И этот, короче говоря, там были такие обои с картинками типа Япония, там все эти сакуры, то-сё. Я как раз собиралась тогда в Японию. Но я как бы хотела кое-каким встретиться там, но кое-кто не выразил желания. Да и потом как-то случился переезд. Вот-вот, мы идём. Мы идём, мы идём. Ну, и меня тётя разуверила, что типа, ну, я так сама ещё подумала, что типа вот уже эти выбрала, и потом сейчас мне нравится Япония, потом мне она, может, что-то ещё будет нравиться, как я раньше тащилась по Финлянде, потом по этим инкам, по ещё какой-то стране. и как бы смотреть на эту Японию, если вдруг что-то случится, так разочаруюсь. Вот как-то уже не очень. Там явно пяпелька была, но я всё равно домыть потом буду. Я, наверное, соединю эти два ролика, скину на этот, на ноут, и смонтирую. Но я на телефон снимаю. Если чё. Ну, ладно, ведь наглость кота, ну, при живом хозяине, при наличии хозяина на кухне забирается на стол и хоть бы что-то. Он на одно время не делал так. Последние месяца два чё-то прифигел. Только я его отучила, когда сюда приехали, потом он снова научился. Тише поверни морду к людям. Мальчик из Эстонии вроде как радуется, когда ты в кадре. Не, вот так нормально, да? Тут авокадо лежит половинка, мандарин, апельсин, бедная хурма, которую я никак не съем. Бананы ещё с авокадами. И вот это вот сидит тут. И хоть бы что. Тише, у тебя совесть не мучает. Так вот, люди, вам когда-нибудь случалось в жизни? Ну, в афлодилку-то я уже написала на эту тему. Что вы купили внезапно что-то дешевле, чем хотели. Как вы себя чувствуете? Мне вот совершенно неудобно дико. Ещё не умеет торговаться, и всё не случилось. Причём я даже как бы не это, не планировала и не хотела. Мне просто сначала предложили, типа, ну, я тебе могу в долг дать, отдашь потом в следующий раз. Я думаю, ну, ладно. А потом, типа, как бы я такого и не говорил. А потом уже как бы и другое мясо. В общем, ну, у меня вообще ощущение было, что человек думает, что мне в разы меньше лет, что я такой лох, и мне можно что-то втюхать. А когда у народа спрашивала про печёнку, то народ сказал, что только коровью берёт печёнку. Ну, я в печёнках-то не понимаю. Но я видела паштеты, вот, допустим, на свиной печени. Думаю, наверное, и на бараньи. Ну, вот эти свиные бараньи печени, наверное, едят. Ну, ну, уже вот сейчас, в принципе, так вот выглядит более аппетитно, чем до этого. В принципе, бульон тут нормальный. Можно, наверное, процедить, да какой-нибудь суп сварить. Заморозить только его сначала, потому что у меня сейчас суп сваренный рыбный. Интересно, кстати, слышно, как оно шумит. Наблюдаем за котом. Хорошая камера у этого телефона. Хоть мне говорят, что типа дешёвый, то всё. 720 этих самых. У меня, как оно, пикселей, да? Если вот так держать, половинчато, ну, в смысле половинчато, широкие экраны. Если перевернуть, то будет как на телефон снимаешь обычно. Ну, как обычно на телефон снимается. И ещё у меня в таком формате записывается параллельно ролик, который вот, если что-то длинное идёт, я вот в последнее время, ну, последнюю неделю, последние, там, не знаю, 10 роликов, или сколько я там укладывала, я в основе монтирую вот с того формата 720 и довожу его уже до 1080 пикселей на Малави, потому что он как бы меньше формата на видеокамере, ну, меньше просто занимает место. И там специально вот этот раздел, что можно записывать для монтажа, чутка сжатый, и тот, который вот, ну, как бы изначальный. У меня там, правда, другое что-то сейчас стоит, не пиксель, а какое-то другое расширение, разрешение или как там там. Ну, пока никто ничего не говорил, что что-то плохое. Я так поняла, что там 2 вариации у одной, а в HD чего-то там можно писать ещё на какую-то хрень. И там 2 вариации. Плюс ещё вариации записи в двойном режиме или в единичном. Ещё какая-то хрень. И ещё эти 25 кадров или 50 кадров. Сейчас, по-моему, 50 кадров, но там не пиксели, а идёт. Кажется так. Я тут это всё экспериментирую, но так как никто не говорил, что типа да, плохое качество вдруг стало, то оставила пока как есть. Как потом уж определюсь или буду делать выбор. Ну, сейчас-то я пишу на телефон, конечно. Тише, ладно. Мне надо как бы убираться, у меня руки трясутся. В общем, всем зрителям пока. Если я вначале не говорила привет, то всем зрителям привет. Выключила раньше, чем сказала. Одна моя подруга говорит привет, когда прощается. И привет, когда здоровается. Вот снова вам жопа кота. В общем, вот оно у нас тут. И ещё котика ближе. Котик, ты понимаешь, что тебя снимают? Что-то щёлкнуло. Приоткрыть, а то оно убежать, 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 убежать. Приоткрыть совсем. Кутерь пока.